Welcome, 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 дорогие друзья, это с вами Виви и мы смотрим чемпионат мира по Лиге Легенд 2022 года, обзоры матчей первого игрового дня, уже групповой стадии, как вы знаете, плейн-стадию мы с вами посмотрели и там вышли, ну, те команды, которые мы ожидали, DragonX, корейская команда номер 4, да? Royal Never Give Up, номер команды 4 из Китая, команда из Европы Fnatic, ну или Fnatic, и команда из Америки Evil Genius, они все сюда попали, распределились по группам, у нас получились группы с четырьмя корейцами, с четырьмя китайцами, разделёнными между друг другом, и в одной группе нет присутствия сразу двух европейцев и американцев, такая вот у нас одна группа образовалась. Но эта группа первая, где играет команда Cloud9 против команды Fnatic, она была особенной. Я сразу скажу, что я выделил матчи, которые надо посмотреть целиком, и выделил в одну группу матчей, которые я хайлайцами покажу вам. Этот матч мы будем смотреть целиком, ну, с перемоткой, как мы это обычно и делаем, а вот другие матчи, целые три подряд, будем смотреть только с перемоткой, но там будет очень большой акцент поставлен на именно драфт, потому что даже здесь я акцент на драфт хочу сразу же поставить. Первое, что надо, с первого напереда, что надо увидеть, команда Cloud9 решает забанить двух лесников, а именно Трандла и Грейвса, и убирает Кейтлин из игры, потому что хотят играть через Мисс Фортуна. Звучит всё хорошо, но непонятно, зачем они на фирспике забирают Немаукая. Я этого не понимаю до сих пор, у команды Cloud9 надо задать вопрос, и здесь два интересных фактора. Два интересных фактора. Первый фактор. Команда ФНК была без тренера во время этого матча. Ему запретили. Ямото Кенун, который является тренером, драфтером команды ФНК, ему запретили выйти на сцену, точнее не запретили, а какая-то странная система. Он очень странно написал это в Твиттере, он сказал, что из-за визы я не мог присутствовать в матче, но я был на стадионе. Поэтому по телефону, мол, говорил своей команде, что драфтить, и некоторые из них не могли долго разобрать, что я им говорю. Я так и не понял, что это за фигня. То ли он не получил какую-то визу для того, чтобы сюда зайти внутрь, у него есть только туристическая виза, но почему туристическая виза не позволяет прийти и посмотреть, прийти и стать, как говорится, тренером своей команды у них за спинами. Я этого так и не понял. Ну а в другой мем веселый, то что два игрока команды Cloud9 после матча написали оскорбительные, по сути, комментарии. Ну, это, понятное дело, с подачи наверняка их тренера. Оскорбительные комментарии в сторону своих тренеров. Берсерк написал практически сразу после матча, Cloud9 драфт троеточие. Ну, типа, наш драфт это троеточие. А Звен написал, ничего, завтра мы будем играть. Сегодня не было нашего матча. Ну, намекаю, что сегодня они вообще не играли, а будет матч. Я вам спойлернул уже результат. Таким образом, конечно же, вы понимаете, что произошло, но надо разобраться, как это произошло. Начинаем первый пункт. Они не забирают Маука, чемпиона, против которого полтора контрпика существует в игре, один из которых они забанили. То есть, очень странно, что они решают от него не избавиться. Не говоря о том, что Маука идеально работает с Мисфортуной. Значит, они хотят играть через кейч-сетап. Ну, Сиджуани, Наутилус, это кейч-сетап. Но вопрос, зачем вы тогда берете Мисфортуну? Вам нужно было брать Офеля, вам нужно было брать Тристану, Самиру и вот что-то подобное. Оппоненты забирают как раз-таки себе Офеля и я вместе с Азиром. И таким образом создают себе явный плацдарм к лейтгейму, где у них будет явный перевес над Мисфортуной. И теперь Клаудайнам нужно искать топ-лейнера, который сможет сплит-пушить оппонентов. Но вот незадача. Они не видят оппонентского топ-лейнера и будет крайне тяжело с этим бороться. Минус Виктора, минус Сайла, чтобы не было разгона по линии. Правильно сделали команда ФНК. Минус Леону делают команда Клаудайн. Странный бан, потому что, скорее всего, здесь будет дисенгейджер какой-то пикаться. Типа там Кенча, зачем забанить Леону, неясно. И убирает Ренектона. Но когда убирает Ренектона, начинает казаться, что, скорее всего, они будут играть через какого-нибудь Джакса Фиору на топе, команда Клаудайн. И тогда логично. Фанатики думают о Трэше, думают о Ренате, думают о Тамкенче. И забирает себе Ренату по итогу. И теперь у них гипер-лейтгейм есть. И они просто хотят взять контр-пик для топ-лейнера, чтобы не было аутов у команды Клаудайн, даже в лейте их победить. Команда Клаудайн, ничего, и мне остается как кетч-сетап свой добирать. Через мид-лейнера ЛБ и забирает Фиору вслепую. Но что? Кажется, что команда ФНК уже передрафтила Адова команду Клаудайн. Им осталось просто взять чемпиона, который не проигрывает Фиоре линию. И в конце игры может ее держать. Да, ну вот Сиджуани была забанена. Тот же самый Грагас, он может спокойно против этого бороться. Но они решают совсем идти в гипер-лейтгейм, подарить команде Клаудайн все же шанс в юрли-гейме одолеть их. И с Орном уже бороться через среднюю стадию и через лейтгейм. Если Фиора будет, конечно же, сплитпушить, то даже лейт может быть за командой Клаудайн. Давайте перемотаем, пойдем в игру. Никаких инвейдов не произошло. Что странно, потому что у команды Клаудайн есть наутилус. Они сильнее в начале игры. У вас есть двойная пассивка Сиджуани наутилус. Просто надо заходить было в чужой лес, выгонять Маукая из его синего или красного леса, лишая его ресурсов. Но этого не происходит. Уже начинает казаться, что американский коллектив как будто не готов к правильному драфту. А Дженсен все не может выбить этого краба. Выбил, вардецкий получилось. Берсерк перекрывает, сразу перебегает на линию. Ну что ж, Маукая стартует с красного леса, потому что какая разница, с чего стартовать. Если тебе Мана позволяет это делать. Всем хорошего дня. Да, привет-привет, ребят. Мы сейчас посмотрим матч чемпионата. А потом надо будет мне в перерыве посмотреть, что там пишут. И либо я сегодня комментирую московскую Киберлигу. Она 18.00 стартует по Москве. Либо я сегодня его не комментирую, потому что главный режиссер не написал до сегодняшнего дня до сих пор, кто сегодня комментирует матч. Сидит он там, выбирает сейчас. Скажу прямо, я комментирую не потому, что мне прямо очень нравится московская Киберлига, а потому что деньги нужны. Но на самом деле там хоть что-то интересное тогда происходит. Фьора пока проигрывает лавел, но он скорее позволил себя запушить, потому что первые уровни у Орна неплохие. И Блабер делает обход. Надо дождаться от катакушки. Он сможет сделать неплохой ганг. Процентики были, процентики были, да. Начало игры за командой Клаудайн. Средняя стадия игры чуточку за командой Клаудайн. И лейт они полностью проигрывают. Попытка неплохого ганга, но Вандер должен будет просто перефлешиться. И, в общем-то, на этом все. Больше ничего хорошего здесь не произойдет. Дженсен там делает размены. Блабер продолжает дальше фармиться. Возвращается в свой лес. На, Разорг выискивает потенциальный тавер-дайв по Дженсену, потому что вроде как Маука это может делать. Тем временем показывают, как у Лисанга здесь ловит Звен, и они убивают его. Но там будет пассивка. Если успеет апсет сделать убийство, то нет, этого не происходит. За счет Игнайта зарабатываете килл на Утилус. На мидлейне ганг не происходит. Дженсен немножечко пострадал по здоровью на неудачном размене. Но у Дженсена больше маны, меньше хп. Нежели у соперника. У обоих есть телепорты. Так что тут скорее лучше фокусироваться было на фарме. Так как фарм, ну, кормит после бека на телепорте, вы все равно это получите. Два декери на боте тоже оказались в таком положении, где оба саппорта среколились. Хотя один вроде как умер, а второй рекол его был вынужденный. И Холисанг успевает прийти на мидлейн, прогнать Дженсена с линии, поджать Сиджан. Ему помочь не может. И даже вот здесь уже можно нажать паузу, как говорится. Ну, ладно, чуть позже нажмем паузу. Хотя можно и на пятой минуте. Показать, что команда Cloud9, ну, не лучшим образом, кроме First Blood'а, они не лучшим образом фармятся. Они позволяют всем линиям команды ФНК в себя заходить. И это грустно. Я в своем протоколе плей Бигзема поставил команду Cloud9 на четвертое место, либо на третье. Я уже не помню, я там столько раз шафлил это. Ну, а команда ФНК, соответственно, тоже на четвертой, либо третьей позиции. И многое решается именно в этом матче. Вам я говорил то же самое. Типа, выбирайте сами, кто вам предпочтительнее. Потому что мне кажется, что все решаться будет в это. Ну, и во второй очереди, встречи их. Ну, и первый матч. Пока у команды Cloud9 идет не лучшим образом. Более того, Азир получил шестой уровень. Блабер видит, что здесь Разорка наглеет. Начинает с ним воевать, но попадает под W. ЛБ сюда смещается. Но слишком поздно. Гуманой делает с ВШ подкидывание. И Оллин идет по Блаберу. Дженсен ставит на цепь Разорка. Но это ничего не дает. Потому что еще сюда подошел Холисанг. Проказ. Цепляется на W за Дженсен. Дженсен понимает, что надо на свои пассивки отскакивать назад. И у него выживает чудом. Гуманой очень хочет его добиться. Флэша делает врыв, но не достает. Очень близок Дженсен к смерти. Пошла ульта Орна. Он ее доджит. И ульта Орна летит в слепую зону. Не находя нигде Дженсена. Но по фарму команда Cloud9 сильно начинает попадать под доминацию. Потому что, напоминаю, что Ферстблат дал им 400 золота. Ну, а вот так они в равенстве сейчас по золоту находятся. На Медлэйне минус 20 фарма. В лесу минус 10 фарма. На топе равенства на боте минус 10 фарма. Как это происходит? Ну, элементарно. Команда Cloud9 непонятно зачем взяла себе кетч-сетап. Но без агрессивного лесника. То есть Сиджуани, она не такой агрессивный лесник. Она больше любит фармиться. Больше любит под контроль играть. Здесь под контроль можно играть только через Ферру. Но она сделала один ган. Когда дальше она была вынуждена, именно Сиджуани от Блабера, не игнорировать проблемы Дженсона и постоянно возвращаться, возвращаться и возвращаться к нему на Медлэйн, прикрывая его. Старт объекта. От команды Cloud9 знают они, что сильнее в этой стадии игры. Их первые шестые уровни сильнее будут, чем оппонентов. Да и фанатики это знают. Поэтому они просто разменивают Геральтку на Дракона. Абсолютно выгодный размер для команды ФНК. Ничего страшного, что мы чуть по золоту отстанем с нашим драфтом гиперлейтгеймовским. Это вполне нормально. Нам главное, чтобы фармились наши игроки. Потому что если они не фармятся, это проблема. Более того, апсет за это время, как видите, сломал три пластины на боте. Блабер сюда выходит. Не будет инициации почему-то от Звена. Как мне кажется, это грубейшая ошибка. Когда вот такая ситуация получается, вот как здесь. И вы увидели, что рут был потратен Холисангом. Должен был быть сейчас мгновенный врыв с хуком от Дженсона через флэш по апсету. Апсет бы тоже флэш потратил. И это эпик выгодный размен, когда вы саппорта хукера теряете. Не говоря о том, что у Звена, оказывается, два крипа не хватало до шестого уровня. То есть, скорее всего, после этого хука можно было бы еще успеть и ульту выдать по апсету. У вас рядом находится Сиджуаня. Но крайне пассивно отыгрывает команда Клауд Найн. Рассчитывая на что, ребят? Правильно, рассчитывая на тимфайты. Но у вас кетч-сетап. Вы не должны рассчитывать на тимфайты. Вы должны кетчить оппонентов. Вы должны ловить каждую их малейшую ошибку по передвижению. То есть, на топе чувак потерял флэш, его ни разу не загангали. На ботлайне остался один стоять апсет, его никто не поймал. Вы помните, как красиво команда Evil Genius победила команду Mad Lions, когда они там ловили на ботлайне постоянно у Mad Lions и Хадекери. Кайзер на своем... Там Кенчи даже делал инициацию. А тут, блин, наутилус, и он не делает ничего подобного. Еще одно. Пластин начинает убирать. Наконец-то первый оллин через ульту был сделан от команды Cloud9. И этот оллин ни к чему не привел. К сожалению, для команды Cloud9. Отфлэшился Холисанг. Ну и вынужден был на телепорте вернуться на Фудж вниз на Фьоре своей дальше фармиться. У него нет все еще дивана. Но когда диван появится, он будет уже начинать побеждать один на один Орна. И посмотрим, как он будет отыгрывать свою 4-1 комбинацию. Потому что он единичка, он должен быть сплитпушером. Так как у него нет никакого усиления от команды Хук. Попадает Звен. Начинает работать. Наконец-то! Вот как кетч-этап работает. Килл зарабатывает с Игнайтом. Второе убийство достается уже Звену в этом матче. Не очень хорошо, конечно, что деньги уходят не тому игроку, которому хотелось бы. Но именно так и должна команда Cloud9 была за эти 12 минут чаще поступить. За 12 минут они сделали, по сути, всего 3 оллина. И одну защиту. То есть 4 было битвы. Два они организовали. Ну, три они организовали. Одна флэшом увернулся Хули Санг. Другую битву никто не умер. Ну и, соответственно, вот вам результат. Всего 2 килла и есть. Должно было быть гораздо больше всякого экшена. Потому что, когда вы дарите такой фрифарм команде ФНК с ихто-драфтом, который аутскелит вас подчистую, это очень плохо. Но давайте смотреть, что у нас будет в следующем драконе, который произойдет совсем через несколько секундиков. Он уже появился. Блабер высматривает врыв гуманоида. Делает инициацию. Не попадает ультой, а попадает в замедление. Гуманоида через ешечку красиво уходит в сторону. Задается вопросом он Блаберу, мол, что-то пытался сделать. Блабер сделал все верно. И я надеюсь, это его в стиль не вбросило, потому что поступок его абсолютно верный. Даже если он не получится, вот этот ганг, но он все равно должен был попытаться перед драконом забрать игрока. Тем временем Фьора сместился как раз на мид, чтобы не давать Азиру спускаться. И фанатики отдают этого дракона. Опять же, понимая, что их чемпионы совершенно не готовы сейчас воевать 5 на 5. Им нужно ждать еще где-то минут 10 до полных предметов. Ну, для первых кор предметов. Тем более, что они все равно вышку на боте смогли сломать за это время. Уорн там что-то пофармиться смог вернуться немножко в игру. Ну и команда Клаудайн полный контроль под объектами получила. И это, наверное, их сейчас должно радовать, что вот мы своего добились. С выхода с леникфаза мы получили 1000 золота перевеса, 1 на 1 по драконам и 2-0. Ну, радовать-то радовать, но посмотрите на фарм ЛБ, и вы поймете, что радоваться-то и нечему. Ну, радоваться совершенно нечему. 125 фарма у ЛБ от Дженсона и у Гомоноида 174. Да, фарм он показал уровня Чови, но Дженсон должен был показать уровня хотя бы Фейкера фарм, а он в итоге сделал всего лишь минус 50. А должно было быть минус 20, ну, вполне нормальное число. Но вот не вышла как-то игра у Дженсона, он возвращается на линию предметов. Он первый свой прикупил, еще один отфлэш Хули Санга, не тратит он свое ХП, решает сразу отфлэшиться, чтобы быть в безопасности. Кто номинальные сильнее? Номинально, ты имеешь что-то по командам? Я думаю, они примерно равны именно по коллективам оба этих, по игрокам оба этих коллектива. Так, у нас ульта Дисенгейшевская, ловит, и там идет телепортация сзади, Орн выдает ульту. Команда Клаудная не ожидала, что у ним в спину прилетят два игрока, из-за этого Звена вылавливают, убивают его. Но подходит Дженсон, который пытался дать свой проказ, не получается, без фортуна выдает ульту, но слишком поздно и задевает слишком мало бойцов. И прилетает еще сюда на телепорте зачем-то Фиора. Давайте посмотрим, с чего все началось. Команда Клаудайн не выбивает вард, который они видели, как им поставили в спину. У них есть две позиции запушивания, ЛБ снизу и Фиора сверху. Вызывают они Геральтку, не подготовив, как говорится, ЛБ и этого. ЛБ по какой-то неведомой причине решает бежать пешком, вместо того, чтобы продолжать оставаться с Азиром и держать его при себе. Фиора кликает, что нет Орна, и скорее всего он прилетит, и это должна была быть информация ключевая для команды Клаудная. Орна нет. А вард у нас в спине стоит, мы его видели. Выбить просто не хватило сил. И надо было сразу же отступать. Когда пошел телепорт, Дженсон уже вроде как оказался здесь. Фиора не должна была нажимать телепорт, а уже забить на это сражение и просто продолжать пушить и ломать вышку на топе. Отдавать здесь одного Звена, ну и на этом, в общем-то, все. Дженсон, может быть, у кого-то флеш снимет своим прокастом. Но флеш он не снимает. В итоге Фиора зачем-то летит сюда. Деняет просто пять там крипов на топе оппонентам, вместо того, чтобы с этой пачкой крипов сломать вышку оппонентам. И тогда бы был размен вышка в вышку. Ну а в итоге команда Клауд Найн проиграла сражение, отдала двух бойцов и отдала еще вышку на мидлейне. И счет становится прям, ну, совсем критичный уже. После чего мы, подождите, мы из повтора, да? Да, мы из повтора сразу переходим наверх, где Гуманоид с Дженсоном сражается. Гуманоид поставил сам себе вышку. Дженсон не получается вотцепануть. Звен рядом. Звен будет кидать в хук. Нет, Блабер просто с флеша делает врыв. Звену даже ассист не достается из этого всего. Да, проиграли за то, что не сломали вард. Но я еще раз говорю, даже если вы не сломали этот вард, ничего страшного не произошло. Вы увидели, что Орн делает ТП, сливаете одного игрока, ну, типа, подачку. Но остальные игроки никуда не дергаются. Дженсон остается на боте фармиться. Фьора остается на топе фармиться. Дженсон еще и Азиру не дает прилететь, чтобы не было дополнительной силы у оппонентов. Потому что ваш сетап это кетч. Вам нельзя залезать в тимфайты. Вы должны пытаться убивать один на один игроков. Два на два, три на три. Вы должны так отыгрывать. Ловить их на ошибках и все. В итоге ФНК получили контроль карты через мидлайн. Забирает себе дракона. Счет по драконам становится 2-1. Ну и Фадж начинает немножко с Вундером наконец-то воевать. И Дженсон догадался, чем он должен заниматься. Кетч сетапом должен он заниматься. Пытается спровоцировать Фудж как-то врыв от Вундера. Вундер ничего не делает. Просто стоит. Говорит, мне не надо с тобой воевать. Я буду фармиться. Ладно, давайте посмотрим, что здесь дальше произошло. Дженсон все же сделал. Улын. Пошла инициация. Дабл ее они посадили. Вышку никто не потанковал. Но тут рядом оказался Разорк. Ну нормально. Они сняли флэш. С Вундера при этом еще в нормальном положении оказались. Вот, вот как должна играть команда Cloud9 всю свою партию. Дженсон остался. Побил немножко вышку. И сейчас они пытаются сриколиться. Но Разорком не дает через свои АЕшки. Время не работает на команду Cloud9 совершенно. Но они слишком поздно начинают понимать, что делать с их драфтом. Как его менять, спросите вы, их драфт. Ну, если вы хотите именно сохранить вот этот концепт, который они имеют, то здесь надо менять фиору. Если вы хотите точно так же фармиться и устраивать тимфайты, здесь надо менять фиору на что-то адекватное, что-то тимфайтерское. Атрокс, да, он был забанен, мы это знаем. Но я имею в виду чемпионов рандомных, каких туда надо закинуть. Туда годится Атрокс какой-нибудь, туда годится Гангпланк, туда годится... Этот, как он называется-то, боже мой, погодите. Рениктон, вот это вот все туда заходит. Дариус, у вас будет тогда инициация от Сиджуани на Утилуса с процентным уроном, либо тру-дамагом, там сет даже, допустим, чемпион стоплейна, и после чего будет финишить все это дело Мисс Фортуна и ЛБ. Джакс нет, Джакс это то же самое, что Фиора. Джаксу и Фиоре нужна усиление. Если вы хотите играть через Фиору, мы заменяем здесь Наутилуса. Он нам здесь не нужен. Наутилусу здесь делать нечего. Нам нужен тогда контроль маг на мидлейне, а не ЛБ, что-то по типу Виктора. Да, он забанен, еще раз говорю, мы не оцениваем, кто забанит, кто не забанит. Мы сейчас оценку даем под чемпионам. Гнар, да, Гнар тоже, я про Гнара совсем забыл. Спасибо за подсказку, Гнара забыл. Это команде Cloud9. Просто мне кажется, проще топлейнера здесь менять, нежели менять два чемпиона, чтобы работала Фиора. Под Фиору нужно два чемпиона менять. Нужно менять ЛБ на какого-нибудь контроль мага, либо менять Мисс Фортуну на нормального лейтгейма Декерри. Ну, чтобы о нем люди больше заботились. А так они просто на Мисс Фортуну даже не обращают внимания. Пока я это рассказывал, там врыв был проведен в Звена. Звена убили в пятером. Здесь команда Cloud9 догадалась, что надо отдать его, когда пять ультов в него летит. И Фиора наконец-то побила вышку снизу. Правда, я сломать ее не успела. Так вот, под Фиору что нужно? И желательно саппорта поменять на какого-нибудь усилителя. Та же самая Рената им подходила. Карма, Моргана, ну, в меньшей степени Юми. Правда, опять же, тогда надо будет лучше оставить ЛБ на мидлейне. Юми оставить на роли саппорта. И Мидлейн, и этого Декерри на более прыгающего какого-то взять. Там, не знаю, Тристану, тот же самый. Тогда это было бы все нормально. Если бы не по-нерфили Ари, они бы Ари пикнули. Да, Ари годилась. Ари тоже годилась. Лиссандра в меньшей степени, но подходила команде Cloud9. Она под кетч-сетап все так же подходит. Но, по крайней мере, Лиссандра второй инициатор. Понимаете, вот есть Сиджуани, Наутилус. И это один, одна инициация. Первая, так сказать, эшелона инициация. Минус фудж, да? Сфлэша его убивает апсет. Это должна информация дойти до всей команды Cloud9. Они должны попытаться теперь его убить в ближайшие пять минут через врыв Сиджуани, через врыв Наутилуса. Два подкидывания. Но так выглядит, как уже обреченность команды Cloud9. Они поняли, что их драфт уже не сработал. Их драфт... Они не могут просто фейсчекать кусты из-за того, что постоянно есть Маукаевское говно. Но они не могут сплитпушить, потому что Фиора, ну, видите, попадается уже два раза. Она попыталась посплитпушить. Ее поймали. Сейчас она ТП нажимает сюда. Попытки постражаться. Хук. Цепляется в Вандера. Мисс Фортуна попадает в рут, поэтому не может давать ульту. Потом идет Ренатовская ульта, которая заставила всех отойти. Фуш прилетел. Зачем прилетел? Непонятно. Попытка убить Разорка. Разорк жутко танкован. Спокойненько держит эту ноту. Но Фиора забирается уже этот килл. Начинает немножко регенерировать себе здоровье. Но в этот момент уже погибли большинство игроков команды Клауна. Хотя Дженсен находит здесь себе убийство. Пытается он добить Холисанга. Почему-то Берсерк не добивает его. Он добил все же. И после этого они переключаются на Гуманоиду. Гуманоиду пытается Дженсен убить. Но там вроде тоже еще Джонни есть. Нет, Джонни нет. Даблкил для Дженсена. Какой-то маленький камбэк они организовали. Но по драконам 3-1 уже проигрывают. И Фудж почему-то все еще здесь бегает. Да, и он просто отдаст еще один килл. Фудж что-то потерялся. Потерялся на карте. Апсет за ним гонится. Дает автоатаку. Автоатаку. Дабл. Но это все не имеет значения. Он умер. Даже не будем досматривать его смерть. Если команда главная хочет играть через ЛБ. То драфт абсолютно нормальный. Просто меняем. Вот как я уже сказал. Меняем топ-лейнера. На полубрузера, полутанка, инициатора. Гнар, сет. Вот это вот все. Вот это вот все. С процентом тоже быть просто чемпионом. С процентным уроном. Большим количеством ХП. И создающим всякую грязь. Чтобы отвлекать оппонентов. Когда оппоненты не отвлекаются. Они не отвлекаются на Фиору. Зачем им отвлекаться на Фиору? Когда против Фиору у них есть Рената. Зачем им отвлекаться на Сиджуане? Когда Сиджуане будет давать ульту постоянно Ворна и Маукая. Зачем им отвлекаться на Наутилуса? Когда у него та же самая история, что и у Сиджуане. Им нужно только ждать прыжки ЛБ. Им надо только ее ждать. ЛБ это единственная их проблема. И они всей командой просто сидят, ждут ЛБ. И весь контроль выдают в нее. Стартанули на шор команда ФНК. Клаудайны сюда прилетели на телепорте. Попытка ворваться. Здесь уже вынужденный, конечно, прилет Фиоры. Фиора не может отсюда не уходить. Инициация идет от ЛБ. Проказ дала. Но тут же у него полетел контроль. Пришлось отпрыгнуть назад. Звен делает инициацию. Мисс Фортуна выдает ульту только по танкам. Как только Дженсен прыгнул. Тут же два игрока в него кинули заклинание. Он сразу же отпрыгнул назад. И вот она проблема. Видите? Танки команды Клаудайны не могут создать достаточного шума для битвы Фиоры и ЛБ. Недостаточно. Поэтому Фиоры здесь мертвый груз. Ну, либо ЛБ здесь мертвый груз. Выбирайте сами. Кому вообще нужен шлем? Кому вообще нужен член? Согласен. Ну и эта партия, считайте, уже завершилась. Пересустанила команда ФНК Клаудайнов. У Клаудайнов был шансы. Ну, по процентам, я уже говорил. В начале где-то 60 за командой Клаудайнов. Но они лейнинг фазу плохо отыграли. Сиджуане вынуждены были сидеть, помогать ЛБ. Тут скорее даже Дженсен виноват. Как бы я его сильно не уважал. Он плохо сыграл лейнинг фазу. Что касается мидгейма. 55 уже оставалось за Клаудайнов. И лейт в районе 75 за командой ФНК. Мы уже в лейтгейме. Ну, как бы все приплыли. Здесь уже не выиграть. Здесь единственные ауты. Это Дженсен какое-то чудо сделает с ваншотом апсета. И Холисанг будет, не знаю, в носу ковырять. И не заметит этого момента. И либо второй пункт, более простой. Это Фиора сплитпуш. Но Фиора у нас не успевает. Просто даже начать сплитпуши. Потому что фанатики просто идут по циклу. От одного объекта к другому объекту. А Фиора тупо не успевает какое-то давление организовать. И опять Фиора пришла в тимфайт. Дженсен занимает позицию сзади. Этого дракона надо как-то выигрывать. Обязательно Блабер должен выиграть смайт войну. Но он уже боится, уже отступает. В него делается врыв. Дракона забирает, скорее всего, команда ФНК. Нет, дракон жив. Безфортуна дает ульту по воздуху. Непонятно зачем. Ну и Афели зарабатывает. Два убийства. Танки просто разлетелись. Блабер просто отбежал. Ну и партия, считайте, завершилась. Вот такое вот поражение от команды Клауд Найн. Ожидаемое ли? Ну, ожидаемое вполне. Я уже про это говорил. Команда Клауд Найн, скорее, случайно выиграла Чемпионат Америки. Нежели это был реально их уровень игры. То есть они не лучшая команда Чемпионата Америки. Она такая же, как остальные. Мне кажется, даже лучшими Иволджинисами являлись на тот момент команды Чемпионата Америки. Просто у Иволджинисов, представьте сами, когда у вас оказывается основной ваш адекерия, оказывается, кое-чем занимается. И вам нужно его выгонять, потому что вы понимаете, что человек поплыл. И это уже больше не игрок. Он все карьеры загубил, но это его дело. Что касается 100 воров, они могут еще выстрелить. У них есть и тренер корейский. Просто они сами тоже многих корейских игроков имеют. Ну а команда Клауд Найн, им просто идеально мета. 12.15 положилась идеальная мета на этот патч, мета для команды Клауд Найн. На этот плей-офф. И они смогли в этом плей-оффе показать великолепную игру. Ну посмотрим, посмотрим, что он сделал. Ну ладно, потом. Будет Иволджинисов сегодня играть, может быть, еще успею рассказать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропускать. Сейчас мы перейдем к следующей серии. Но там будет три игры. Три игры, которые мы будем в хайлайцах смотреть. По той простой причине, что целую игру там смотреть нет смысла. Там такие же проблемы в драфте были, как у Клауд Найн с фанатиками. Вы это все увидите.